Евгений Смирнов, адвокат, правозащитный проект, представляет первый отдел. Евгений, приветствуем вас. Добрый вечер. Слушайте, Евгений, я все-таки хочу спросить, вот в нашем материале, о котором мы говорили, мы буквально несколько минут назад сказали, да, что на самом деле произошло. Там же была опубликована в Инстаграме фотография с радужными флагами. Но вопрос даже не в этом. Я не хочу до абсурда доходить, но подождите, если кто-то условно захочет после дождя сфотографировать радугу и выложить, да, где тоже представлены определенные цвета, и что тогда. То есть, ну, на самом деле можно же до любого абсурда. Вы как адвокат знаете, что вся юриспруденция, она базируется, особенно если мы говорим о судебных процессах, она базируется на доказательствах фактов, да, и на документально зафиксированных фактах. Тут получается, что на самом деле не обязательно опираться на какие-то законодательные акты, на юриспруденцию, а просто если кого-то что-то будет не устраивать, и какая-то фотография кому-то что-то будет напоминать, можно в определенные органы обратиться, и таким образом, ну, скажем так, из обыкновенной фотографии раздуть сыр-бор. Я понимаю, что иногда фотографии могут иметь и нести контент тоже какого-то запрещенного характера, но в данном случае, я не знаю, на самом деле, вас еще каким-то образом что-то удивляет все-таки в вопросе доноса, в вопросах использования той или иной фотографии и так далее? Нет, меня совершенно это не удивляет, потому что вот это решение Верховного Суда, запрете мифического ЛГБТ-движения, международного ЛГБТ-движения, это ведь не первое аналогичное решение судов Российской Федерации. Такие решения принимались на протяжении нескольких, наверное, последних пяти-семи лет. И в результате признания тех или иных движений организации экстремистскими людей привлекают к ответственности за демонстрацию их символики. Причем, как правило, эта символика даже не была поименована в решении суда. Ну вот, например, не так давно, в 2021 году, признали ФБК и другие структуры Навального экстремистскими организациями. После этого привлекали к административной ответственности за публикацию буквы Н. Это не было указано ни в решении суда, нигде или еще бы, но если у человека когда-либо в соцсетях не обязательно после вступления в законную силу решения суда, а до даже была опубликована буква Н, он находится под риском привлечения к административной ответственности за публикацию экстремистской символики. То же самое будет происходить и с нынешним обсуждаемым решением Верховного суда. Будут привлекать за радужные флаги, опубликованные в соцсетях 10-15 лет назад. Могут привлекать за публикацию другой символики, которую просто правоохранители посчитают символикой, принадлежащей вот этому запрещенному мифическому международному движению ЛГБТ. Шуму наделало заявление журналисты издания «Свободные новости», которые 18 января опубликовали решение Верховного суда, копию. Вскоре мы можем, я думаю, показать и копию этого документа, так называемого, который оказался в руках журналистов. Давайте пройдемся по основным вопросам. Да, вот, наконец-то, во-первых, узнали, что такое вообще, в принципе, это международное ЛГБТ-движение, которое появилось, по мнению и Верховного суда, в том числе, в 1984 году. А почему в 1984 году, почему год этот фигурирует именно на территории Российской Федерации? К чему эта привязка такая интересная? Ну, понимаете, тут сложно в этой части комментировать решение Верховного суда, потому что оно, в принципе, базируется, даже оно написано неправильно с точки зрения закона. Суд должен исследовать конкретные доказательства, которые имеются в материалах дела, и на их основании делать выводы. Вот если мы почитаем решение суда, совершенно непонятно, какие доказательства исследовал Верховный суд. Но их просто не приводится. Можно только гадать, что 1984 год появился, наверное, после прочтения сотрудниками Минюста или самим судьей в Википедии, в которой написано, что движение ЛГБТ вроде бы как зародилось в Советском Союзе в этот год. Вот сейчас, я думаю, мы можем, да, показать коллеге, если есть такая возможность, показать, собственно, те документы, которые были опубликованы журналистами свободные. Собственно, ну, тут нужно разбираться, как мне кажется, также вот в аспекте, да, вот это первая страничка, Верховный суд Российской Федерации и так далее, там подобные решения именем Российской Федерации. Вот оно все установил Минюст России, обратился Верховный суд. Ну, то есть дальше идет по сути дела, как говорится, в контексте того, почему обращаются. Важно также, я видел ряд таких вот заявлений, мнений, а не будет ли, к примеру, запрещены феминитивы на территории Российской Федерации, исходя из вот этого так называемого документа, решения так называемого суда. А вот опять же здесь ничего не понятно. Здесь суд конкретно не прописывает, какая атрибутика, какая символика относится к этому движению. Он скорее дает такие направления, направления действия силовикам на местах. Ведь вообще последние годы это тенденция российского законотворчества о том, чтобы писать, что законы, чтобы выносить такие судьбоносные решения, таким образом, чтобы их никто не понимал. Они скорее задают какие-то тенденции, а уж как эти тенденции направления репрессивно будут применяться, зависит исключительно от силовиков на местах. Ведь как мы узнали об этом решении? Был составлен первый протокол о демонстрации запрещенной символике, причем, понимаете, эта символика еще в России не стала запрещенной. Вот эту организацию, которую суд признал экстремистской, Миньюз должен внести соответствующий реестр, и только после этого наступают правовые последствия. Но все доказательства по этому административному делу и протокол были составлены еще до наступления этого события. То есть у них даже не было возможности составлять этот документ, привлекать людей к ответственности, однако они так поспешили. Давайте еще раз окунемся в этот прекрасный мир под названием российское судилище. Я не знаю, правда, как вот называть этот документ, потому что есть вот такие фразы, коллеги. Давайте еще раз покажем, если можем показать, естественно. Тут историческая справка о появлении зарождения международного ЛГБТ-движения. Тут не сильно, да, я вижу, видно. Сейчас попробуем, попробую, чтобы это было лучше видно. Публично декларируя в качестве задач борьбу за права ЛГБТ-сообщества, борьбу с дискриминацией, насилием в отношении ЛГБТ-людей, профилактику ВИЧ-спид, других заболеваний, движение фактически пропагандирует идеологию о разрушении традиционных ценностей семьи и брака посредством достижения полной моральной эквивалентности нетрадиционных сексуальных отношений с традиционными. Легализация однополых браков, возможности усыновления и воспитания детей однополыми парами стремится к закреплению в общественном сознании и на законодательном уровне пропагандируемой им идеологии в виде конкретных прав и свобод его участникам. Ну, тут дальше идет описание флага непосредственно ЛГБТ-к плюс и так далее, там подобное. Есть вот так же вот вопрос, я видел, ваши коллеги так же писали, что не просто так сделано здесь такой акцент на вопросе ВИЧ-спид. Это как правильно это понимать? Я понимаю, что тут вообще не о правозащитниках, тут речь вообще не о адвокатской деятельности, нотариальной, тут вообще речи не идет. К чему здесь вот это воспоминание о ВИЧ-спид и других заболеваниях, как я, наверное, предполагаю, имею ли в виду, передающихся половым путем? Возможно, я не знаю, исходя из фантазии представителей Верховного суда. Я после анализа этого документа пришел к выводу, что Минюст и впоследствии суд внес в это решение фактически все направления, которыми занимались организации, так или иначе оказывающие помощь ЛГБТ-персонам. То есть это и профилактика заболеваний. И борьба за равные права гетеросексуальных людей и гомосексуальных людей. Это и борьба за какие-то права уже на международном уровне, потому что Верховный суд, как один из признаков деятельности вот этого мифического движения, внес обращение в ЕСПЧ и в КПЧ ООН за защитой прав ЛГБТ-персон в России. То есть любые направления деятельности, связанные с оказанием помощи ЛГБТ-движению, так или иначе судом были признаны как такие проявления экстремистской деятельности. Ну вот, действительно, сегодня, скажем так, два аспекта обсуждаем. Это то, что в Российской Федерации все-таки решение Верховного суда, то, о чем мы говорим 30 ноября, напомню нашим зрителям, где признана движение ЛГБТ-экстремистской организации. Но также говорим о тех, кто, скажем так, ну, сам себе навешивает, и не просто навешивает, а определенно есть, за что получает все-таки вот этот ярлык доносчика. Кто не стесняясь, все-таки где-то что-то там не так увидел и так далее, ну, либо же открыто все-таки идет и сообщает о тех фактах, о которых ему, как кажется, он должен сообщить ту или иную инстанцию, а кто-то должен быть за это наказан. Я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, ну, на самом деле, даже не надо быть профессиональным журналистом, как говорят всегда, Google в помощь. На самом деле, если посмотреть обосновании как раз движения ЛГБТ в Российской Федерации, даже Google выдает, что оно, в принципе, в Российской Федерации есть, даже есть права ЛГБТ в России, власти России считают, что в стране запрещена дискриминация по признакам сексуальной ориентации, гендерной идентичности и так далее. И даже если позадать вопрос, кто возглавляет ЛГБТ в России и так далее, даже есть год основания, как раз май 2006 года. До 2023 года, получается, никоим образом это движение не мешало. Не мешало в Российской Федерации, но я имею в виду, что не мешало в контексте того, чтобы Минюст все-таки захотел эту организацию назвать экстремисткой. Как вы все-таки считаете, а с чем это связано? Почему, скажем так, чем неугодна стала эта организация? Ну, на самом деле, возможно, вы мне сейчас подкорректируете, прайдов, да, на улицах Москвы не было. Ну, скажем так, каких-то таких вот мероприятий тоже с широкого характера не было. Привязывать их там к известной всем голой вечеринке, одной из известных российских блогерш, ну, тоже нет. Ну, все-таки я понимаю, что здесь целый цикл и целая такая система, почему это могло произойти. Но что это? Это вот показать, что вот мы же такие с вами духовные. А что получается? До 2023 не были настолько духовными? Ну, вообще, борьба с ЛГБТ в России ведется на протяжении последних минимум 11-12 лет. То есть вот тогда, в принципе, когда начало зарождаться в России современное репрессивное законодательство, в те же самые месяцы, в те же самые годы появились первые законы, законопроекты, которые так или иначе ущемляют права ЛГБТ людей в России. И если посмотреть, как все это развивалось, то, в принципе, репрессивное движение и ущемление прав ЛГБТ людей в России, оно развивается так циклично. Оно начинается с запрета пропаганды и идет по ужесточению. Сначала нельзя было пропагандировать в отношении детей, потом нельзя было пропагандировать вообще где бы то ни было. А сейчас это уже признали движение экстремистской организации. То есть просто государство, оно пытается эксплуатировать вот эту тему, оно пытается вызывать у людей низменные чувства в отношении любых меньшинств в России. А мы посмотрим, что в России преследуют не только из-за половой ориентации, но еще преследуют различные религиозные движения, преследуют различных современных художников, представителей современной культуры. То есть государство пытается заработать себе очков, поднять себе рейдинг на каких-то низменных чувствах, преследовать тех людей, которые непонятны в обществе. Оно не пытается их встроить в нормальную жизнь общества, гарантировать им равные права. Оно просто пытается с их помощью, с борьбой с ними, заработать себе политические очки. И эта борьба идет только на повышение. Власть не может остановиться. Она продолжает эксплуатировать и эксплуатировать вот эти темы в России. В 2013 году, 25 января, на телеканале Контр-ТВ, в одной из программ, было вот такое заявление, процитирую его. Я гей, при этом я такой же человек, как вы, мои дорогие зрители, как президент Путин, как премьер Медведев, как депутата Государственной Думы. Интересно, прошло 10 лет, а только фамилия премьер-министра изменилась на данный момент на территории Российской Федерации. Это заявление Антона Красовского. Это человек небезызвестный, можно так сказать. Антон Вячеславович тогда сделал камин-аут, после чего его начали гнобить, увольнять с его работы. Тот эфир был удален с Ютуба, его не показывали нигде, собственно. Антон Красовский, скажем так, открытый гей, он не скрывал свою сексуальную ориентацию, в принципе. И до определенного момента можно было подумать, что, наверное, Красовский, в случае, если будет определенное давление, серьезное давление уже на ЛГБТК плюс людей, возможно, будет заступаться. Но теперь, по вашему мнению, может ли господин Красовский стать фигурантом одного из дел, если какие-нибудь граждане, которые соблюдают Уголовный кодекс Российской Федерации, вдруг решат, слушайте, а что это он там назаявлял 10 лет тому назад в интервью BBC, где он и говорил о правах человека, в целом о ЛГБТК плюс комьюнити на территории России? Понимаете, вот это решение Верховного Суда, это одна из многих, многочисленных, десятков, сотен тысяч дубин, которые есть у России, есть у правоохранительных органов, которые позволяют так или иначе преследовать людей. И здесь вопрос привлечения Красовского к ответственности находится не столько в правовой плоскости, сколько, скорее, в политической. Если властям будет выгодно его публично наказать, публично привлечь к ответственности, они это сделают. Они это могут сделать, уже выбирая инструмент с помощью законов, связанных с запретом ЛГБТК в России, законов об экстремизме, я не знаю, или просто вменить ему какую-нибудь экономическую статью в виде мошенничества. Мы помним, что Красовский не так давно сделал заявление, там, по-моему, как что-то про убийство детей, о правде, то есть совершенно какое-то немыслимое заявление, и за это ему ничего не было. Я говорил о сжигании детей украинских, ну как, его уволили, да, его отстранили, в том числе от эфиров Красовского, скажем так. Экстремистом не назвали, к сожалению, хотя хотелось бы, не знаю, как правильно трактовать в этом плане решение, в том числе российских пропагандистов, но особого, скажем так, особого, не знаю, влияния на его жизнь, как мне кажется, в принципе не было. После такого антигуманного, мягко говоря, заявления со стороны господина Красовского. По вашему мнению, как будет в дальнейшем развиваться, собственно, вот такая ситуация? Каким образом будут влиять представители судилищ российских на представителей ЛГБТК плюс людей? И самое главное, как представителям комьюнити теперь защищать свои права? Возможно ли это делать в открытую, в судах? Мы уже видим, что в регионы спустили циркуляры буквально по привлечению людей к ответственности. Вот то административное дело, благодаря которому нам удалось получить это скрываемое секретное фактическое решение Верховного суда, это ведь следствие того, что регионам приказали отрабатывать тему признания ЛГБТ экстремистской организацией. И в ближайшее время мы ожидаем, конечно, взрывной рост количества дел и об административных правонарушениях за публикацию символики этой запрещенной организации и также появление уголовных дел в регионах по экстремистским статьям. Мы думаем, что все-таки уголовных дел, надеемся, что их будет не так много, может быть, будет ограничено 10-15 делами, но вот это ближайшие перспективы. А что касается защиты прав в суде, да, конечно, это можно делать, но мы уже видели, что и адвокатов, которые защищают людей по экстремистским статьям, ну их фактически приравнивают к их подзащитам и привлекают к ответственности за участие в деятельности экстремистской организации. Поэтому в России уже становится даже опасным просто сам факт защиты людей в уголовных делах по экстремистским статьям. Ну и добавлю, да, наверное, хотя я думаю, что многие уже о своей безопасности побеспокоились, что нужно чистить и условный Инстаграм, Фейсбук в случае, если там фигурировали теперь радужные флаги, теперь нужно будет, наверное, быть более внимательным. И в том числе к тому, что ты пишешь в условном Телеграм, который отслеживается Федеральной службой так называемой безопасности Российской Федерации. Спасибо вам огромное, Евгений. И рада всегда Первому делу и вам в эфире телеканала Freedom. Напомню, что Евгений Смирнов был с нами на связи, адвокат из правозащитного проекта Первый отдел. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.